ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Депутату Госдумы он рассказал о ходе реализации проекта по созданию робототехнического комплекса для работы в условиях радиации. По сути, это фармпрепарат, который содержит источники анизирующего излучения, который убивает онкологические клетки. Зная Владимира Владимировича, его стиль работы, методы и заточенность на развитии страны, в том числе в наукоемкой сферах, в сфере технологий, я однозначно ждал положительный ответ. По окончании приема Владимир Гутенев, являясь еще и председателем Союза машинстроителей России, вручал новенькие удостоверения вошедшим в Союз ульяновцам. У меня очень приятная послевкусие после этого приема, потому что я не буду сравнивать с другими регионами. Конечно же, целый ряд вопросов касался технических задач, в том числе и в части подготовки кадров и аттестации. В тот же день федеральный гость принял участие в Координационном совете Ульянского государственного университета и Инженерной олимпиаде «Звезда». Многопрофильные технические соревнования с каждым годом привлекают все больше студентов и школьников. Участие в ней дает возможность поступать в ВУЗы без вступительных экзаменов на профильные специальности. Для наилучших результатов при Ульянском государственном университете создан инженерный центр для юных разработчиков. Основная идея детского инженерного центра – это наладить сотрудничество и взаимодействие с детскими садами для того, чтобы сохранить интерес детей к познанию, к исследованиям, к открытиям, к изобретениям. Рабочая программа депутата Госдумы в Ульяновске была расписана вплоть до позднего вечера и касалась многих направлений. Начиная от работы ульянских предприятий и заканчивая образованием в новых кафедрах в университетах. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульянской правды.